вот вы снимаете я не могу снимать здесь так хорошо что можно только лежать греться на солнышке получать просто последние порции витамина d перед московской зимой спать и наслаждаться жизнью так тут хорошо очень хорошо а и 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 во OFFICER IF поселке. Да, так получилось. Каковы твои впечатления? Ну, они на самом деле достаточно двойственные. То, что меня смущало, некоторый контраст между комфортом жизни в этом поселке, ощущением оторванности от города и от мира, и вот эта вот, может быть, излишняя для меня близость к Москве. То есть, с одной стороны, это, конечно, плюс. Это большой плюс. Но, поскольку я привык уезжать на дачу очень далеко, то, приезжая сюда, мне вот не хватало этого часа езды для того, чтобы забыть о работе. Но, думаю, что люди, которые арендуют здание в этом поселке, а поселок арендный полностью, это коммерческий проект на их заказчиков, я думаю, они это воспринимают как самый большой плюс, потому что здесь до Москвы буквально 15-20 минут. Ну, а ты предполагаете, что люди арендуют здесь дома как дачу, как какой-то отдых или для постоянного более-менее жительства? Ну, вот по статистике, то, что мне рассказывают заказчики, хозяева этого поселка. Здесь есть и те, кто живут здесь постоянно. Ну, то есть, семьи с маленькими детьми, еще дошкольного возраста, поскольку здесь их действительно много. И есть те, кто фактически используют как дачу. То есть, когда дом всю неделю стоит пустой, люди приезжают просто на выходные дни. Ну, вот, поэтому и так, и так. Ну, основная масса, конечно, здесь постоянно проживает. Почему тогда, если довольно большое количество людей здесь живет все время, решили сделать его арендным, а не продавать? Продавать, да. Была такая концепция изначально, сделать бизнес, который будет поддерживать семью всегда. Потому что даже новая очередь, которая была отстроена в прошлом году, она уже практически вся занята. То есть, пустых домов здесь фактически нет. Ну, и плюс, наверное, это единственный способ на сегодняшний день в Москве, в Подмосковье сделать поселок, потому что, а таких попыток было несколько, они есть, да. Это Икспарк на Рублевке. Ну, он очень крошечный, там, по-моему, пять или шесть сооружений, вот, где удалось архитектору создать цельный образ вот такой единицы административной. Нет, он как раз не арендный, он был полностью продан. Но там, как бы, пришлось напрягаться очень сильно застройщику для того, чтобы отстроить эти дома. А они там гораздо больше и по площади, потому что, беря в аренду дом, как показывает практика, человеку нужно, там, ну, максимум 250-300 метров, да, вот как здесь. А если ты покупаешь дом, то, наверное, 250 будет маловато. Потому что, да, здесь тебе не нужно следить за садом, за газоном. Это делает местная служба. Тебе не нужно, там, заниматься системой отопления или чего-либо еще. Инженерная служба поселка все это делает за тебя. То есть, как минимум, у тебя не должно быть огромного количества подсобных помещений и всего-всего-всего-всего остального. Арендный дом, он может быть поменьше, чем тот дом, который ты уже покупаешь, как родовое гнездо, как усадь. Это моя логика, она может быть не соответствовать действительности, но мне кажется, что это так. Связан ли факт того, что жильцы все время новые и все время есть один хозяин, который как бы все контролирует и все регламентирует, то, что здесь, например, нет заборов вообще никаких? Во многом, да, естественно. Потому что, допустим, опять же, из опыта, есть поселки, где есть очень жесткие ограничения на вид забора и на его высоту. Там тот же Миллениум, тот же Бенелюкс. Это круто, что застройщикам, девелоперам удалось это протащить до самого конца. То есть там запрещено ставить высокий забор. Но при этом, когда у всех ограда тоже должна быть одинаковой, а дома совершенно разные по стилистике, то иногда это выглядит так диковато. Когда такой веселенький штакетник, на улице, а за ним резко современное минималистичное здание. И как бы так возникает некоторый когнитивный диссонанс. Вот. Здесь оград нет в принципе. Здесь только живые изгреди, которые просто отделяют внутренний двор каждого из дуплексов от соседних. И в принципе, очень уютно получилось. Выходя на террасу, ты практически не пересекаешься с соседями. Ну так, можно что-то слышать, но визуального контакта почти нигде нет, и это очень здорово. Это требует большого расхода земли, да, скажем. не всегда экономически целесообразного, потому что очень много земли ушло на общественные зоны, на прогулочные тропы, дороги и так далее. Но, тем не менее, это делает жизнь здесь очень комфортной, очень уютной. Это то, что меня, в общем, скажем так, удивило, когда мы здесь жили. То, приезжая сюда, я по своим внутренним ощущениям понимал, что я вроде бы как в деревне, да, но вот это вот перемещение из Москвы, оно было настолько молниеносным, что ты не успевал переключиться. Какой портрет среднестатистического арендатора? Ну, наверное, средний, да, это состоятельные люди, поскольку цена аренды здесь достаточно высока, от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Это многодетные семьи, то есть двое-трое детей. Ну, так получилось. Потому что здесь действительно очень комфортная ситуация для жизни именно с маленькими детьми. А складывается ли здесь какая-то коммуна из арендаторов? Вот мне об этом сказать сложно, но я знаю совершенно точно, что хозяева стараются поддерживать какую-то общественную жизнь в поселке, проводить какие-то совместные мероприятия и для детей, и для взрослых. Мы тут проехались, и что меня удивило, это то, что нету, ну, или, может быть, я не увидела, каких-то организованных общественных пространств. Они есть, но они в основном в лесу. Ну, вот, одну из них это детская площадка. Вот здесь, по-главной этой аллее едет, там есть только горка и вот площадка. Мне кажется, что это все, но это не все. Да, это не все. Просто вы не увидели. Они спрятаны там в глубине. Ну, и плюс здесь еще планируется строительство административного центра, небольшого фитнес-зала, кафе, ну, и магазины. Ну, то есть что-то минимальное, что должно быть в поселке для того, чтобы не нужно было всегда выезжать за периметром. у меня была простая задача. Мне нужно было все-таки в современной стилистике, но тем не менее создать деревенский пейзаж. Не знаю, насколько это получилось, но мне кажется, что получилось. По крайней мере, в лесной части. ГЛТЗ от заказчика деревенский пейзаж. Да, ну, мы это обсуждали, естественно, потому что делать сооружения совершенно такими агрессивно-современными, я бы просто отпугнул очень большой спектр потенциальных заказчиков. Поэтому мне нужно было сделать, ну, так, пройти по грани, поскольку проект коммерческий, мне нужно было постараться сделать такой образ, который бы был симпатичным максимально большему количеству возможных арендаторов. Это сложно, но это возможно. Мне кажется, это получилось. Поэтому была выбрана эта технология. Это деревянные дома, это фактверк, который покупает, подкупает своей честностью, честностью своей архитектуры, теплотой, воздухом, который там. Да, ну, они и выглядят так, чтобы не хочется зайти и сразу же там остаться, посидеть. Да. Вот при этом, если ты обратила внимание, на улицу я выдал, в общем, практически только технические помещения. У нас все, все жилы в основном обращены внутрь, во внутренний двор. И, опять же, скат в одну сторону позволил мне со стороны дороги дома показать совершенно невысокими, чтобы они не выпрыгивали вдруг так из леса агрессивно. Вот тут мы как раз видим обратную ситуацию. Здесь как раз жилые помещения и террасы при гостинах, они выходят в... это не внутренний двор, это назвать нельзя двором, но это свободная территория, где, в общем, куда мы смотрим. А когда мы пройдем там потом внутри, вы увидите, что там очень тоже уютный двор, куда все попадают при подъезде к своим дуплексам. И вот там как раз у меня максимально низкий обрез кровли, для того, чтобы это было уютно. Здесь тоже можно было бы немножко понизить этот срез, сломав кровлю, но я бы тогда сразу попал в совершенно другое поле стилистическое, я не мог себе этого позволить. Здесь есть немножко излишняя высота, вот над жилой частью, видят, эти вот темные простенки, фронтоны, они высоковаты. Но если бы я сломал крышу, мы бы получили такой совершенно беззубый и обыденный образ. А там есть какое-то жилое помещение? Это холодный чердак, нет, это холодный чердак, это идеальное для дома вообще... Нет, там ничего не хранится, это просто холодный чердак. Попасть туда можно только с улицы. Опять же, был бы этот дом на продажу, скорее всего, бы его использовали. А в этой ситуации нам просто удобнее обслуживать коммуникации, туда житель не попадает, туда попадает только обслуживающий персонал, то есть инженеры. Если вдруг что-то нужно проконтролировать по сетям, по тому, как все работает. А ты, получается, когда проектировал этот поселок, ты его очередями же как-то делал, правильно? Да. Первая очередь это был лесной участок. Там мы с заказчиками еще и тренировались, отрабатывали наиболее эффективную с финансовой точки зрения технологию. Поэтому там есть несколько разных типов домов конструктивно. То есть проект вроде бы один компоновочно, а конструктивно это разные дома. Есть один брусовой полностью, основной объем это все-таки фахверк и есть три самых больших дома. Там уже по площади приходилось отказываться немножко от чисто деревянной конструкции, поскольку они большие. Они под 400 метров. Там уже основа здания это камень, кирпич, а вот все, что вокруг, это уже фахверк. Опять же, технология позволяет мне такие конструкции очень легко миксовать. Вот мы начали говорить про очереди строительства, что первый был лесной участок, потом, наверное, второй был это вот эти коричневые дома, правильно? Нет, это он и есть. Это все он и есть. Вот это значит вторая. Да, это вторая очередь и третья там строится. Ну, она уже построена фактически. А коричневые дома это же не фахверк, а не кирпичный. Это фахверк, нет, это не кирпич, это песочка, это обманка. Это фахверк в чистом виде. Чем он хорош, он может выглядеть как угодно. То есть отделку ты можешь применять совершенно любую. Вот я просто оставил работающий визуальный каркас и там это здорово. А почему ты решил стеррористически немножко разными их сделать? А потому что они технологически разные. Это первое, второе. Там у нас работают дуплексы, то есть сдвоенные дома. А здесь в один куст у нас собирается шесть зданий в одно целое. Шесть блоков. Вот, поэтому они требовали некоторых корректировок. Плюс по площади. Ну, скажем так, если какую-то понятную терминологию использовать, там люкс, здесь бизнес. То есть здесь эти дома чуть проще, поэтому они чуть более скучные, но тем не менее удалось действительно создать ситуацию, когда попадая в дом из окон всех своих жилых, ты не видишь соседа практически. Ну, либо очень далеко. Ну, вот здесь, да. Это общая территория, зеленое поле. Прекрасно. Вот сейчас активно ведутся работы уже финальные, но они здесь не прекращаются, я думаю, что никогда не закончатся по формированию ландшафта. Вот, как раз хозяйка здесь всегда это очень аккуратно и постепенно делает, учитывая, а, и пожелания арендаторов, которые, живя в доме, говорят, вот нам бы вот тут прикрыться. Пожалуйста, в следующем году появляется дерево, там, или живая изгрек, либо еще что-то. Ну, то есть, территория такая, живая и постоянно изменяющаяся. А были какие-то проблемы и неожиданности при строительстве? Ну, скажем так, самая большая неожиданность на стройке, это когда на ней нет проблем. Это значит, что стройка стоит. естественно, естественно. Ну, так не бывает. Чтобы стройка была без проблем, это не бывает никогда. Как и съемка, наверное. Значит, либо от тебя что-то скрывают, да, и ты просто не знаешь. Вот, либо стройка стоит. Вот именно на этом поле, на лесном участке было сложно достаточно правильно посадить сами дома между деревьями, потому что там старались, естественно, лес по максимуму сохранить, поэтому этот процесс был достаточно таким длинным. С наших первых набросков, сделанных на бумаге, потом уже хозяева все это выносили и вместе с нами двигали каждый дом буквально по сантиметру. Не придавливал ли тебя груз ответственности, когда нужно сделать целый поселок? То есть, если обычно ты делаешь дом под хозяина конкретно, под личность, а ты? Здесь была та же самая ситуация. Я делал поселок под конкретного человека, это заказчики, с кем мы работаем очень-очень давно, уже 20 лет. Поэтому все проблемы во взаимоотношениях архитектора, заказчика и подрядчика были отработаны на строительстве их дома, их усадьбы. И поэтому здесь в этом смысле было просто. То есть, с одной стороны, я имел карт-бланш максимальное доверие, с другой стороны, я самую неинтересную часть работы с себя сбросил. Это тоже было правильное решение. техническая сторона вопроса. То есть, рабочую документацию по этим зданиям делали производители. Это правильное решение. особенно по деревяншкам. Дерево. 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 Те, кто производил брус, они же делали для себя КДД, все монтажные чертежи и так далее, да, и они же и монтировали. Ага, то есть, ты просто им дал... Я им дал образ, да, эскиз. То есть, прям эскиз сырой, ну или как? Ну, что значит сырой эскиз? Грамотный строитель по хорошо сделанному эскизу может построить дом. Собственно говоря, как это и происходит. Просто есть детали и тонкости технологии, да, у каждого производителя клеяного бруса есть свой типоразмер. Поэтому, когда я делаю эскиз, я беру какие-то средние размеры, балка 200 на 400, колонна 200 на 200. А у производителя они могут отличаться на миллиметры или на сантиметры. Балка может быть не 200 миллиметров толщиной и 400 высотой, а 195 на 396. Вот так. И все. И поплыли все размеры и детали. Поэтому, когда делаешь фахверк, самая удобная ситуация, после эскизника найти того, кто устраивает по цене, по кубатуре, скажем так, леса, и кто может показать в портфеле уже реализованные здания, и кто готов взять на себя часть рабочей документации. Поэтому тут у меня, в этом смысле мне было удобно. То есть, мне нужно было потом согласовать просто рабочку, осмотреть и внимательно посмотреть, что инженер, который этим занимался, ничего не потерял. Вот. И потом уже в ходе строительства отследить за тем, чтобы и собрано было так же. Соответственно, инженерные сети и внешние, и наружные у хозяева уже были, давно очень были партнеры, кто этим занимались, они это сделали. Прекрасно. Будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился наш диалог и наша прогулка по поселку. Не забывайте подписываться на канал. Всем до свидания. Не стесняйтесь писать свои вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всем пока. Дорогие друзья, вам наверняка будет интересно узнать подробности того, как эти дома спланированы внутри и как они построены. Для этого я сделаю отдельный выпуск, посвященный этому же поселку, где покажу очень подробно планировку каждого из блоков и расскажу о том, в каких конструкциях мы все это выполнили. Надеюсь, вам будет интересно. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не пропустите следующий выпуск, посвященный этому поселку, замечательному поселку Дарина Успенская. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok